Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, разработчик Nord Stream. И сегодня я выступлю немножко необычным для себя амплуа. Я сегодня не буду рассказывать про свои палки. Тем более обзор на них я уже делал. Это Trautist X. Рассказываю предысторию с Андреем Бондаренко. Здрасте. Я знаком много-много-много лет. И у меня к нему абсолютное доверие в плане восприятия снастей. Любых моих, не моих, все равно каких. И появилась у меня тут необходимость съездить на платник. На самом деле мне надо было записать обзор по новым нашим джигаловкам Фореллиум. Под крупную резину. Но до кучи договорились с Андрюхой. Я взял все 6 моделей Trautist X и попросил его сделать очень простую вещь. Я говорю, Андрей, вот полови с точки зрения спортсмена, с точки зрения очень опытного рыболова в плане Форели. Просто расскажи свое мнение. Он половил с 7-6 моделями. У него есть свое мнение. Оно может со мной совпадать, не совпадать. Я, честно говоря, даже не знаю, я о него не спрашивал. Поэтому я сейчас хочу, чтобы Андрей, уже половив всеми этими спиннингами, высказал свое мнение об этой линейке в целом. Ну и соответственно о каждой модели, если ему что-то конкретно запомнилось. Давай, начинай. Расскажу, конечно. Половили с 6-ю моделями. Мне понравились 3 спиннинга разных. Одна для резины. Это 64-я до 4 грамм. Вершинка такая Solid. Но не жесткий. Мне она очень понравилась. Которая более жесткая вершина, мне не очень понравилась. Слишком жесткая она. Ну, я такие люблю. А я такие не очень люблю. Это специально сделал. Потом палочка такая до 5 грамм. Под железо, под ваблеры. Вообще будет шикарно. Это уже табуляр. Очень табуляр, конечно, да. И дальнобойная, конечно, 6-я. 6-я, да. До 5-ти грамм. Шикарная вообще. До 6-ти. Кидает хорошо. Там вяжет рыбу. Отличная палка. О, смотри, хорошая. Опа. Снимай, снимай. А, сошла зараза. Обалденно. Раз. Еле-еле. Я расползаю. Тоже хап. Ну, вот он сам. И сюда. Там палка, чуйка обалденная. Теперь замечание. По спингам всем. Есть момент. Нет. Нет зацепа для крючка. Для меня это очень важно. Он должен быть обязательно. Вроде бы мелочка, но очень приятно, когда он есть. Одни есть эти, убирающиеся. Хочешь поставь. Не хочешь, не ставь. Могу. Второе. Не пробка. Ела. Да, Ела хорошая. Качество хорошее. Но пробка мне была бы лучше 100%. Для меня лично. Это мой взгляд. Подсачиваю, чтобы вообще было идеально. Палка работает. Вершина, конечно. Чувствительность палки обалденная. Ух ты. Добавился. Добавился. Добавился, да? Идеально. Что? Поймал, отпусти. Поймал, отпусти. Как и должно быть. Касательно входного кольца. Очень многие мне спрашивают, почему оно маленькое. Но я считаю, что большое здесь и не нужно. Тебя это смущает? Слушай, меня это смущало в начале ловли. Потому что у меня еще другие спинниги с большими кольцами. Разница есть? Но разницы я не заметил. Захлёстов нету. Вылет отличный просто со спиннига. А контент? Что контент? Что контент? Что контент я не умею? Это как ты. Я туда жизнь делаю. Дело-то подобное. Мне серия понравилась вся. Самое главное, что у нее отличная. Она стоит недорого. Там 11-12 рублей. Чувствительность, конечно, у нее очень хорошая. Очень хорошая. У меня есть чем сравнить. У меня палки дорогие, все остальные. А она им не уступает, в принципе. Сто процентов говорю. Как на духу, как говорится. И она очень разнообразная. Есть hard solid. Есть просто solid. Есть дальнобойная. Есть такая более деликатная. До 3 грамм. Ну вот ему она не понравилась. На любителя, скажем так. Я бы себе ее не взял бы. Единственную палку. Остальные мне очень понравились. Она ему не понравилась. Знаете почему? Потому что она относительно жесткая. У нее мягкая вершина и при этом есть комель. Да. Палка до 3 грамм должна быть более мягкая. Эта палка более жесткая. Тест маленький, а палка получается жесткая. Вершина там мягкая. Вершина мягкая. А вот дальше. А вот дальше. А вот дальше. Опять для чего сделано. Ну понятно. Для контроля над тем же килограммом там с лишним. Чтобы не выпускать рыбу там. Давайте куда-то уйти гулять. Нет. Тут вся серия дает контроль. Отрицал что? И пожалуйста. И пожалуйста. А что такое будет? 5 кг. Ну вот. Берешь его. Ак. Вот так за килограмм. Я ее бодро взял. Вот килограмм нормально берется. С одной стороны работает. А с другой стороны как бы не дает возможности вот. Уйти в соседний сектор. Шаг право, шаг лево сделать короче. Соседний сектор. Вот кстати по уважению по отработке. По уважению. Да. Рыба была вялая. Особенность совыделялась так сильно. Не особо она совыделялась. Но в принципе палка отработала нормально. Если села. Если села. Да. Вот. Ну на самом деле ловили мы на разные приманки. Сегодня и на воблеры. И на колебалки. И на резину. Я работаю над контентом. А тебе как это будет? Нормальная длина хорошая. Да? Дима не наступи. Да. Так ладно. Ну все. Нормально да? Легенда поймала свою рыбку. Продажа должна быть палка. Шикарная продажа. Потому что за эти деньги за 12 рублей. Ну. Ничего похожего даже нет. Даже близко. Есть хорошие палки за 20-30 тысяч. 40-50. За 12. Ну. Мне очень понравилось. Я себе даже взял бы кое-что. Ну кое-что это до 5 грамм конечно. Мне все понравилось. Она. Прям. Универсальная. Она. Ей можно и резину ловить. Вобрерами можно ловить. Также ей. И железом. Вот смотрите. Называется сколько людей. Столько мнений. У меня любимая модель не до 5, а до 4. У меня любимая. А ему она не понравилась. Но это как бы уже собственные руки. Это другое. Главное что объединяет в серию. Это чего? Это чувствительность. Чувствительность обалденная. Вываживание. Моя Ямага стоит которая денег. Там 40 рублей. Сколько это стоит. Та самая чувствительность. Что у нее. Что у Ямаги. Эта стоит 12. Та стоит там 35-40. Это конечно довольно странно. Я старался. Собственно говоря. Вот вы услышали. Реальное мнение как бы. Реального спортсмена. Реального опытного рыболова. Я ничего добавить не буду. Комментировать тоже особо не буду. В принципе. Все что он думал он сказал. Мне не стыдно. Не все. Я потом скажу еще как-нибудь. Потом еще скажу. Когда соберусь. И напишу на руссфишинге все что думаю. Ну все договорились. А мы с вами прощаемся. Вот так вот короткое включение. Просто. Просто захотелось. Все. Всем пока. Увидимся на воде. До свидания. Не хвастанет еще.